Всем привет, мои дорогие друзья! С вами канал Супер Отпуск на даче. У нас сейчас вечер, восьмой час, по-моему. Я хочу снять вам обзор сада. Тем более у меня расцвели такие прекрасные розы. Друзья, это розы, которые мы с Пашей пересаживали в прошлом октябре. Луи Садье, француженка. Роза плетистая, сложная для нашего климата. Но когда я по каталогу выбирала, друзья, себе розы, это розы из питомника Элит, Краснодарский край, то я просто влюбилась в нее по фотографии. Я смотрела и просто я поняла, что я хочу эту розу. Но существование ее в моем саду было непростым. Она у меня первая схватила ржавчину, вечно болела. И я в прошлом году даже подумывала от нее избавиться. Хотя я не люблю избавляться от растений, все они живые. И мне это... Ну, я редко, очень редко это делаю. Прям в исключительных каких-то случаях. Вот хиномели с Пашей убрали, но это прям исключительный случай. А уж убирать розу, у меня, конечно, друзья, не поворачивалась рука. Я попробовала ее пересадить. Зимовала она под укрытием. Побеги обмерзли немного, но выдала в этом году вот такое шикарное цветение. Так что вот, друзья, Луи Садье, моя красотка, пока здесь. Пойдемте дальше, друзья. Друзья, у нас страшная засуха. У меня расцветают везде лилии. Засуха очень-очень сильная у нас, друзья. Здесь вот Паша убрал свою дорогу, потому что решил пока убрать, пока времени, честно говоря, нет, друзья, ее делать. Ну, Паша не теряет надежды летом все сделать. Вот немножко, видите, трава даже примялась. Друзья, бордюры с хостом меня сегодня просили показать в Телеграме. Просили показать Светлане. Покажите бордюры с хостом. Вот, друзья, показываю. Еще раз, хоста Патриот. Самый часто задаваемый вопрос об этом бордюре. Это какая у меня здесь, какой сорт хосты? Друзья, хоста Патриот. Вот, пожалуйста, покупайте себе, делайте такой же. Из одной хоста можете целый бордюр сделать, если захотите. Посмотрите, кстати, как разрослись мои вот эти цветнички, которые я в прошлом году делала. Друзья, ну и пойдемте немножко погуляем. Я начала обзор с новой части сада. Кто впервые на нашем канале не так давно, те знают, что здесь не так давно я все делаю. Ну, не я, конечно, одному делаю с Пашей. Это мне часто любят писать, почему вы все говорите, я и я. Вот, конечно, делаем мы с Пашей. Ну, начинала когда-то я одна. Вот, вообще сад. А потом уж Паша подключилась, потому что Паша долгое время, друзья, занимался стройкой. А еще тут сажала, таскала, раскапывала. Ну, я рассказываю эту историю, что Паша не видел, камни носила. Делала дренаж под растение, как и полагается. Роза Шатодова Маркоса. Тоже француженка, четвертая климатическая зона. Друзья, вот это очень стойкая роза. Это можете смело высаживать в свой сад, если вы в Подмосковье, в средней полосе. Она шикарно зимует. Роза красивая, достойная, просто великолепная. Сейчас, друзья, еще вам розы покажу и дальше продолжу свой рассказ. Это Pink Expression роза. Вообще, это роза срезочная. Ну, так она, знаете, не могу сказать, что... Она очень красивая. Ну, вот сейчас самые ее красивые цветы, они уже, друзья, подвяли. Очень долго держат цветок. Видите, цветок какой. И все не спадает. Ему дожди нипочем. Роза срезочная, друзья. Вот. Лилии цветут у меня уже. У меня вовсю, друзья, лилии цветут. Чипендейл роза. Ну, практически отсвела. Но она уже в бутонах на второе цветение. Сейчас пойдет на второй круг. Постоянно цветет еще раз лилии. И роза, друзья. Герцогиня Фредерико. Она тоже уже в большей части отсвела. Такие у нее, видите, уже... Ну, посветлевшие цветы. Очень красивая роза. Там опять у меня, друзья, лилии, ель моя голубая. Вот, которые я подстригаю. Вот так же, как и зеленые ели, друзья, обязательно по кроне прохожусь. Но она, конечно же, сортовая. Это же не видовая. Это сортовая же красавица. Поэтому у нее не такая, прям, знаете, крона. Не получается такой загущенной, как у простых елей. Но я ее обязательно подстригаю. Так, друзья, ну что ж, пойдемте дальше. Я вам сейчас продолжу свой рассказ, как я начинала сад. Вот, гортензия у меня здесь в горшках. Вот здесь, друзья, еще у меня одна роза плетистая. Ну вот, уже даже цвела в этом году. И когда я, друзья, начинала это все... Ой, сколько я камней от них перетаскала. Сколько я перекопала. Ну, как многие из нас. Никому я не открываю никакой секрет. Потому что многие, кто впервые на канале... Ну, не многие, конечно. Ну, хотя как? Многие пишут, что вот у вас тут работники, вам все делают. Когда все делают, конечно, все можно. А кто, друзья, с нами давно... А канал в YouTube уже ведется пять лет. Те видели, как даже вот эта часть за домом, она уже фактически вся делалась при зрителях. И, например, вот это место у меня было в раскопках целое лето в позапрошлом году. Целое лето я никак не могла за него взяться. Вот, Паша тут с сыном не раскопали. А мне было так сложно что-то сажать. И в голову ничего не приходило. Вот, поэтому, друзья... Кроме того, я не пользуюсь мульчей. Сейчас еще поподробнее расскажу, почему. У меня много раз, друзья, приходили мне идеи в голову облегчить свой труд и воспользоваться мульчей. Вот этот новый цветник, который мы в прошлом году делали. Я сейчас, кстати, друзья, здесь тяпала. Меня здесь а вода закусали. Я не понимаю, они в земле, что ли, живут? Вот именно в этом месте. Здесь рыхлая земля. И вот прям, знаете, это был какой-то кошмар. Кстати, посмотрите, у меня вербена здесь начала как расти. Если кто вспомнит, может быть... Хотя обычно мы мало чего помним, что нас не касается. Я-то, конечно, помню, какие я высаживала сюда малютки эти вербены. Я думала, они все, ну, не переживут это яркое солнце. Это было в самую жару. Но вот, друзья, видите, как цветет вся вербена. И вот по поводу мульчи, друзья, конечно, мне много раз хотелось как-то облегчить свой труд. И как удобно засыпать все мульчей. Вот я помню, уже один раз я прям решилась. Думаю, все, закажу себе. Нашла даже по оптовой цене много мешков мульчи на свой сад. Прям много, чуть ли не машину. Думаю, все засыплю. И тут я прохожу по городу по-нашему и вижу, что в прошлом году... Ну, там не в прошлом году, а вот как раз я увидела уже результаты этого. Я наблюдала это изначально, как один питомник рядом со своей торговой площадкой делал цветник большой, высаживал туда многолетние кусты, там барбарисы, гортензии, еще что-то. Я уже не помню. И засыпал все мульчей. И вот, друзья, на третий год вы бы видели, сколько там было травы. Ну, и как-то я вот это увидела и сразу перехотела это делать. Ну, а потом еще, знаете, стала встречать подтверждения на других каналах, на некоторых. Вот Виктор Шейшин, которого я... Ну, прям у него просто потрясающий сад. В запрещенной сети Инстаграм можно найти его. Его осталось смотреть, друзья, и только убеждаться во мнении, что он тоже не пользуется. Еще, знаете, друзья, какой момент? Потом я пробовала пользоваться травой скошенной. И, к огромному сожалению, вот, кстати, не вывезли еще после уборок, после травы разбудится, друзья, большое количество слизней. У меня это был просто пик слизней под травой, когда я мульчировала травой. И, друзья, вот лично у нас земля, она такая... Вот посмотрите, какой тяжелый суглинок. И вот после мульчирования почему-то у меня земля стала еще хуже. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Но факт остается фактом. Она стала просто каменная. И мне гораздо лучше ее просто полоть, полоть, тяпать, вот так вот рыхлить. И тогда она хоть как-то дышит, эта земля, и позволяет дышать корням растения. Когда я мульчировала, у меня, знаете, растения какие-то хиленькие были все лето. Причем мне вообще не понравилось. Я вот сейчас говорю про траву. Поэтому я, друзья, методом многих проб, ошибок, осадом я занимаюсь очень давно, с 2008 года. Я пришла к выводу, что мне подходит только такая тяжелая работа, как протяпать, прорыхлить и все. Ну и со временем, конечно, друзья, растения, они разрастаются. Вот даже если мы посмотрим на этот цветник, вот осталось совсем немножко, и вот эти елки коника, они активно пошли в рост, туй шаровидные. Еще одна елка, вон там сосна горная. То есть тут, в принципе, скоро будет и не подлезть. Поэтому, ну, все это со временем, друзья, конечно, растения уплотняются, и уже не надо их так много, на них тратить времени. Друзья, это роза. Эксцельза, кто будет сейчас спрашивать, вот она у меня расцвела, она расцветает в моем саду, одно из последних. Это эксцельза, красивая очень роза, но цветет один раз за сезон рамблера. Вот если хотите, чтобы цвела дважды, то покупайте сорт суперэксцельза. Цветок такой же, но он цветет дважды за сезон. И, друзья, у меня здесь очень большая роза, разрослась. Она меня за колобу взяла, друзья. Подождите, вырвусь от нее. Это вихель блаум. Ну, она мне в этом году очень скудно светет, но зато выпустила вот такие огромные побеги. Но буду надеяться, что недаром будет свести в следующем году хорошо, потому что в прошлом году это было какое-то безумное великолепие, вот так скажу. А в этом году она, значит, у меня вся пошла в побеги, в побеги, понимаете. Ну, посмотрю, посмотрю, что будет на следующий год. Это не роза, это какой-то монстр выдался. Пойдемте, друзья, дальше гулять по саду. У меня для вас очень много красоты, есть что показать. Сегодня убирались, косили. У нас теперь, друзья, знаете, как распределена работа с садом. Когда Паш косит, я прям в этот момент все пропалываю, рыхлю, и вот так вот мы... Он косит, а я чуть впереди иду, все это удаляю в сорняки. Где-то что-то прополоть, где-то что-то подрыхлить, где-то что-то протяпать. И вот таким образом, друзья, мы сейчас все делаем в саду. Хотя очень долго, друзья, я полностью делала одна и косила полностью одна. Но сейчас стало очень тяжело, очень тяжело. Вы знаете, растения подрастают, и с ними тоже какие-то свои проблемы. Что-то обрезать надо, что-то надо подрезать, что-то надо обработать. Вот много стало, друзья, дел. Вот здесь у меня в этом году, друзья, Паульс Карлетт роза вымерзла. Знаете, сейчас какая бы красота была вместе с Эксцельзией она в том году цвела. И это было очень красиво. Так, ну что, друзья, пойдемте дальше. Черешня наша. В этом году, правда, ягодами она нас вряд ли порадует, на ней ничего нету. Но пойдемте дальше. И здесь у нас... Кстати, у меня тут остильба небольшая. А то меня многие спрашивают, Светлана, что у вас остильб нет? Нет, друзья, я не люблю остильбы. Знаете, почему я их не люблю? Они очень красивые. Ну, почему я их не люблю? Потому что они у меня растение не хотят, вот я их и не люблю. Я так много, помню, этих остильб покупала. Я так одно время была ими увлечена, но... Они не для моего сада. У нас сад очень сухой. Очень сухой. А остильбы, они любят все-таки влагу. У меня влаги нет, у нас очень сухой сад, сухой участок. И, соответственно, они у меня просто не растут. Вот показываю вам еще один цветничок. Я в прошлом году, друзья, его расширяла. Мы здесь косили вот эту вот часть. Ну, не всю, но почти. Там были у края хост высажены. Я вот полностью все переделала и засадила эту часть, чтобы тут не косить. Бузульники с огромными листьями, пока они цветут. У меня там даже еще кашпо какие-то стоят, друзья. Я прям удивилась, когда сегодня их увидела. Я уж про них и забыла. Здесь надо обрезать, друзья, волжанку, которая отсвела. Обязательно. Я уже сегодня в нескольких местах ее обрезала. Вот, смотрите, сорняк какой вырос. Вот, а я и не заметила. Видите, у меня такое бывает. А почему у меня такого не может быть, да? Это нехорошо сказала, и у меня бывает. Вот, я такая же, как и все. У меня еще не то бывает. Смотрите, вот там гортензия очень красивая, древовидная. Красавица какая. Ну и, друзья, пойдемте дальше. Потихоньку выходим в старую часть сада. Я вам сейчас покажу. Мне кто-то спрашивал. Светлана, где ваши традисканцы? Да вот, друзья, прекрасно. У меня очень много кашпо. Но я хочу как-то задекорировать вот эти синие ведерки. И поэтому пока она ждет времени, когда она у меня появится. Ну вот, хотела сегодня, но не получилось. Очень много было опять работы с рыхлением, с прополками, с уборкой. Может быть, завтра этим займусь. Вот отсюда еще вам покажу немножко там эхинация. Здесь опять у нас гортензия древовидная. Посмотрите, какая красавица, друзья. Ох, какая красота. Знаете, я ее обрезала чуть ли не в начале мая. Ну, наверное, в начале мая, если не в середине даже мая. Потому что я ее не успела обрезать с прошлой осени. Она у меня осталась. Древовидная гортензия, друзья, если мы не успеваем обрезать осенью, то лучше их обрезать весной, но после того, как уже будут у нас на них листочки. Когда сколько движений кончится. Смотрите, кого я увидела, друзья. Кто соскучился. По этим котам. Куда залезли? А? Луна спрыгнула. Космос остался. Вот главное, они как-то оттуда слезают. Я вот знаю, что есть кошки, которые, друзья, заберутся высоко. Они потом слезть не могут. Они мяучат вплоть до того, что люди лезут за ними. Кто-то из спасателей вызывает, если дерево большое. Вот наши, они, я не знаю, наверное, потому что они с детских лет на улице, вот они залезут куда угодно. Это они за птицами охотятся. Вы что думаете? Они просто так там? Нет. Это за птицами охотятся. Птицы регулярно у них Паша отбивает. Так что они охотники еще те. Пойдемте дальше, друзья. И выходим с вами потихонечку в старую часть сада. У меня здесь уже, друзья, начинает свисти лилейник. Этот лилейник очень красивый. Но пока он только начинает свисти. Так, роза, ангела. Анжела, да, правильно сказать? Дальше. Вот здесь у меня, друзья, роза. Розанна. Вот пошла расти активно прям. А то что-то никак. Но она такая мощная. Она пойдет, пойдет. Ну, в этом году, конечно, цветение она нам особо не покажет. Может, подсветет чуть-чуть. Но она очень сильно у меня в этом году обмерзла. У нас, друзья, тут совершенно потрясающее крыльцо. Я вам сейчас его покажу. Ну, вот даже локацию сменила. Местоположение, да? Вот. Это такое, друзья, крыльцо. Я поставила в это место теперь петуни. Они очень красиво расцвели. А лаванда в горшках из мешковины переехала к бане. Я вам сейчас ее покажу. Дело в том, что, друзья, у меня лаванду в этом году прям просто залил дождь. Сначала ее залил дождь. Я ее не убирала отсюда. Лаванду у нас очень не любят переуложнение. Потом, друзья, ее засушила. Я никак не могла понять, какой ей полив нужен. Ну, и, в общем, если честно, она у меня не очень выглядит. Все-таки лаванду очень тяжело растить в кашпо. Ну, а петуния, она предназначена для кашпо. Ясное дело, что она здесь смотрится просто потрясающе. Я еще в прошлом году, друзья, петунию не сажала. Она мне поднадоела, если честно. Я не стала ее в том году даже сеять. А в этом году опять захотелось. Купила какой-то современный сорт. Я сейчас навскидку не вспомню. Но она сама очень красивой формы растет. И знаете, еще что мне нравится? После цветения не надо ходить обрывать. Вот эти вот отсветшие соцветия. Они какие-то настолько мелкие и незаметные. Не знаю, зрителю там семена. Но, в общем, она очень сильно отличается от обычной петунии, которой я привыкла. И поэтому я просто ей безумно-безумно довольна. И думаю, ну, все-таки прогресс он рулит. Смотрите, какие красивые сорта. Пойдемте, друзья, дальше пройдемся. Здесь у меня на постаментах расцветает пеларгония плющелистная, вьющаяся такая. Ну, только начинает. Вы знаете, друзья, если бы я знала, что будет такая красивая петуния, я бы именно петунию сюда посадила. Ну, видите, как. Буду знать на следующий год. Отдала предпочтение плющелистной пеларгонии. Она, кстати, тоже очень красивая. Но она, друзья, знаете, разрастается дольше. Она, конечно, разрастется, наверное, к тому моменту, что когда уже кончится, у нас лето. Ну, нет, начинает, начинает. У меня тут по три штуки в каждом кашпо. И она сейчас разрастется. Кстати, про петунию, кто будет спрашивать, сколько штук в одном горшке, друзья, по одной штуке. Тут все зависит от сортов. У меня такой сорт современный, его надо по одной штуке сажать. Ей 20 литров надо. Друзья, велосипед уже поменял. Третью дислокацию в саду. Третье место уже, где он только не стоял. На газоне стоял. Друзья, и вот в этом месте он у меня постоял. И в итоге я его как-то опять передвинула вот сюда. Мне показалось, что здесь он, ну, как вот для меня пока самое лучшее место. Возможно, я еще его куда-то переставлю. Роза симпатии плетистая. Пока цветет, цветет красиво, пахнет. Душистая, монстр, красавица. 6 метров длину, 3 метра в высоту. Очень большая роза. Требует много места, друзья. Если вздумаете такую розу посадить, обязательно ей дайте место. Иначе она не покажет своей красоты. Ну, я вот, мне кажется, об этом уже много-много раз говорила. Но я вам еще раз сейчас покажу. Друзья, посмотрите, какими она нереальными кистями цветет. Ну, вы посмотрите. Это просто нереальная красотка. Нереальная. И вот тоже, друзья, мульчи не пользуюсь. Все приходится пропалывать. Но у меня тут со временем разрастаются цветы. Вот та же лесная фианка, если мне тут все заполонит, она, походу, сюда пришла, ну, пусть растет. Я ее не буду уже выпалывать. Так, здесь у меня, друзья, это что у меня? Это у меня лобчатка кустарниковая, желтенькая. Наконец-то стала цвести. Она долго не цвела в этом году. Начинает цвести, друзья, клематис Вильда Леона. То меня некоторые подписчики спрашивают. Светлана, что вы его не показываете? Он только не цветет пока. Не знаю, у меня всегда позже зацветает, чем, например, тот же Варшавская Найк. Варшавская Найк уже нереально красиво цветет и давно. А Вильда Леон вот еще на бутонах. Пойдемте дальше, друзья. Вот здесь вот ветка сломалась. Я обратила внимание, надо мне ее убрать. Вот все вижу, вижу и все. Знаете, как-то не нахожу времени, чтобы пройтись и все убрать. У нас немножко пасмурно. Сегодня нам дождь, обещают к вечеру. И мне кто-то даже писал, Светлана, зачем вы косили, убирались, все равно будет дождь. Вы знаете, друзья, во-первых, будет он или нет, это еще вопрос. Прогноз, сейчас знаете, как прогноз погоды передают. В Яндексе пишут, 20% что будет дождь, 30% что будет дождь. Но это вот как понять, будет он или не будет. Это раз. Во-вторых, после того, как газон косится, по всем правилам его надо поливать. Это так, что по всем правилам. Поэтому, ну, польет дождь, слава богу. А раз в 5 дней, все равно приходится газон окашивать. По-другому, ну, никак. Будет тут дождь, не будет, все равно раз в 5 дней мы окашиваем газон. Вот и все. Лаванда, друзья. Один куст у меня вымерз наполовину в эту зиму. Вот видите, что от него осталось. А другой куст, смотрите, какой красивый цветет. Роза Майншон и Гарден, который я называю восхитительный букет. Гордосовская роза. Очень красивая и великолепная. Пока у меня нет к ней претензий. Растет с 2020 года. Ну, пока хорошо зимует. И, ну, рекомендовать окончательно не могу, друзья, потому что не знаю все-таки, ну, 4 года, это не 10 лет. А вот, например, фламентанс у меня растет больше 10 лет. И всегда хорошо зимует. Ну, правда, единожды цветет. А еще, друзья, посмотрите, какие у меня здесь красивые розы. Это роза Самарканда. Французская роза, чайно-гибридная. Очень-очень яркая. Ее цветы настолько яркие. И похожи они, друзья, на гвоздики. Посмотрите, какие они красивые. Просто какое-то великолепие. У меня их тут несколько. Мне настолько понравилась эта роза, что я просто в нее влюбилась. И высадила их сюда. Нет, по-моему, 3 куста, что ли, здесь. Самарканды. 4 даже, друзья, 4 куста Самарканды. А вот это, друзья, роза Терракота. У нее бархатный цветок. Она не глянцевая. Она какая-то прям особенная. У нее такой красивый, друзья, бархатный цветок, что я вам даже не могу его описать. Это тоже чайно-гибридная роза. И, кстати, тоже французская. Но эта роза досталась мне по ошибке. Питомник мне положил. Не мою посылку. В общем, это было тоже в 2020 году. Но кто смотрел канал, люди знают. Ну, я ее оставила. И сказали, да, оставляйте. Это, друзья, роза Фламентанс. Она очень похожа на розу Симпатию. Но разница в том, что цветет она единожды за сезон. Фламентанс. А Симпатия цветет. Ну, она цветет все лето. Ярко выраженная. Две-три волны цветения. Вот там очень красивый, друзья, нежный у меня дельфинь. Это я выращивала сама его из семян. Так, ну что. Пойдемте дальше, друзья. Пишите, нравятся ли вам такие обзоры. Мне кажется, я давно, несколько дней уже такой обзор не снимала. Чуть-чуть навожу резкость на телефоне. Так, вот здесь, друзья, принцесса Анна. Красиво цвела. Ну, я ее обрезала. Она практически отцвела. Досталось у нее несколько цветов. Но она сейчас зацветет заново. Она уже вот вся практически, вся-вся-вся в бутонах. Впервые у меня расцветает, друзья, гелиотроп. Никогда в жизни у меня не было гелиотропа. Но я пыталась как-то его вырастить. Я помню, его у меня буян весь съел. Когда я его высадила в открытый грунт, прихожу, гелиотропа нету. Буян весь съел. Ну, вот распускается. Говорят, он очень хорошо пахнет. Ну, посмотрим. Пойдемте, друзья, с другой стороны обходить сад. Это опять роза симпатия громадина моя. Очень красиво, друзья, ярко. Сейчас цветут все лилейники. Вот желтенький. Вот здесь у меня еще один. Вот этот лилейник, друзья, очень красивый. Я, к сожалению, сорта лилейников не знаю. Я просто даже, знаете, не стремлюсь их запоминать. Вот, поэтому, если вас интересует, друзья, к сожалению, не подскажу. Там сорта лилейников. Да и лилии так же. Хотя знаю, что лилии дерева, это вот гибрид у меня, но она пока не цветет. Вот там еще красивые красные лилии. Вот, друзья, по поводу лилии тоже. Меня спрашивают, что делать, если листья желтеют. Листья желтеют, друзья, это грибок. Обработать бордоской жидкостью однопроцентной, пролить под корни в том числе. Абигопик можно использовать. Можно хом. Ну, и если не поможет, то осенью пересадить. Причем обязательно сажайте на песчаную подушку. Если вдруг у вас особенно вода близка, лилии это не любят. Они любят сухие участки. Это у нас, друзья, клематис тайга. Зимует без укрытия. Он полностью обрезается. Это третья группа обрезки. Он обрезается на зиму. И я даже, знаете, вообще больше ничего не делаю. Просто обрезаю. Вот и все. Но чуть-чуть позже других сходит. Ну, и возвращаясь к лилиям, друзья, очень многие лилии любят, а вот у них они болеют. Вот еще, знаете, какой момент? Я вот эти все свои лилии, вот красные, я рассаживала сама. Я как-то выкопала их с старого места. Вообще, куст лилии положено делить каждые пять лет. Если этого не делают, то лилии, они становятся, ну, плохие, т.д. и т.п. Луковицы мельчают, потому что там кнездо луковиц образуется. И со временем они... У них не хватает сил, короче, питаться. Их надо делить и каждые пять лет рассаживать. Друзья, это совершенно потрясающая гортензия. Не знаю ее сорт. Все говорят, мне говорят часто, что это санги фрайс. Не знаю, друзья. Не знаю, потому что покупала как ванил фрайс, но это не ванила. В этом году вообще нереально цветет. Любит высокую обрезку. С низкой обрезкой никак не выдавала. В том году вообще не засвела. А в этом году вот обрезка высокая. И мы ее кормили хлебной подкормкой. И она так шикарно цветет. Я перескакиваю с одного на другую, потому что камеру вожу, друзья. И по поводу лилий старайтесь их перед тем, как вы их на новое место сажайте. Обязательно, друзья, протравить в растворе Максима. Прям замачивайте луковицы на полчаса. И потом не сажайте сразу. Просушите их. Просушите их. И я вот, знаете, вот эти лилии все свои рассаживала. Они у меня лежали, лежали. Я не знаю, мне кажется, недели две, три или даже месяц какие-то луковицы. Я их постепенно сажала. И, вы знаете, последние сажала чуть ли не в ноябре. И все прекрасно цветут. Потому что хорошо протравила, просушила и посадила на новое место. Так, друзья, вот тут у меня новая плетистая роза. Название сейчас... Кисмикейт, кажется. Кисмикейт называется. Я не знаю, куда я ее посадила и зачем. Как-то совсем место и плохое подобрала. Но буду смотреть. Надо вот эти лилииники убрать. Но убрать их невозможно. А хорошо бы и все оставить, да? Но все оставить тоже невозможно. Вот. Поэтому с лилиями, друзья... И еще такой момент. Тоже мне писали, что... А что вот делать, если лилии вроде до этого нормально росли? Мы их решили поделить, рассадить. И после этого вот они на новом месте растут плохо. Листья желтеют. Это говорит о том, что изначально уже у вас они чем-то были поражены лилии. Потому что когда посадочный материал сильный, здоровый, друзья, у вас такого не будет. Вот. Поэтому, скорее всего, они были поражены. И вы их, потревожив, пересадив с одного места на другое, ну, ослабили, конечно. Им же еще прижиться надо. И вот они. Поэтому здесь только... Ну, другого тут не дано. Все. То есть просто изначально уже они были у вас слабоватые. Когда луковицы хорошие, они на любом месте у вас прекрасно приживутся. Так, еще цветет у меня пока роза плетистая Нью-Дон. Красивая роза. Потрясающая. Великолепная. Она сейчас, друзья, цветет. Много обрезки. Я уже сегодня розы обрезала. Их очень тяжело и долго обрезать. Прохожусь прям с телегой по всему саду. И даже бывает, что за день все не могу обрезать. Еще потом на день. Ну, что, друзья, это у меня гортензия. Крупнолистное бесконечное лето. Это еще только начало цветения. Это она не во всей красе. Ее шапки цветов еще немного увеличатся в размерах. И вот такая она, друзья, красивая. Но требует много сил по укрытию, по раскрытию. Потому что в этом году, наверное, числа 20 мая только было окончательно укрытие убрано. Когда прошли все возвратные заморозки. Она даже при плюс 2, плюс 3, она, друзья, у нас, к сожалению, мерзнет цветочной почки. Поэтому с ней будьте осторожны. Видите, какая красавица, нереальная. Вот у меня там у беседки, друзья, от нее все побеги. Брала черенки, черенковала, которые в горшках. Это все ее дети. Так, ну и вот мы пришли, друзья, к бане. Как раз у меня спрашивали, где горшки. Вот они, друзья, вот все здесь пока с лавандой. Вот я говорю, она у меня вся пожелтела. Ну, сложно, сложно в кашпо выращивать. Я сама не знала, как это будет. Но мне показалось это очень сложным. Прям лаванда тяжела для кашпо. Прям вот серьезно. Поэтому даже не знаю, что я буду с ней дальше делать. Может попробую куда-то высадить. Так, вот здесь у меня тоже еще такая композиция. Здесь, друзья, Марта у меня мешковину сняла. С горшка ночью. Хозяйничала. И вот решила, наверное, что так красивее будет. Я пока другую не одела. Ну, так оставила. Смотрите, как цветет. Герань и ларконии, да. Так, друзья, здесь у меня роза на штамбе, с которой тоже пока не знаю, что буду делать. Моя давняя хотелка купила. А теперь не знаю, сажать мне ее в открытый грунт. Или оставить в кашке растить. Короче, не знаю. Лаванда. Великолепие. Из семян выращенные. Ну, и, конечно же, Варшавская Найка. Очень красивый клематис. Просто потрясающий. И вот, друзья, как раз-таки смотреть, хотела не показывать, но покажу, как есть. Попробовали вот так повесить традисканцию. Ну, вот, я говорю, у меня все упирается в то, что надо горшки задекорировать. Тем более, она пока не сильно так разрастается, чтобы этого небесно-голубого цвета не было у горшков. Хочу как-то их задекорировать. А вот, друзья, симпатия, которой нет достаточно места, так как первому всем известному экземпляру, и она вот здесь. Ну, цветет в этом году, но не прям так, чтобы я была от нее в восторге. Но она здесь растет очень давно. Куст старый. Уже что только не пережил. Два раза был, пережил отмерзание. Каждый раз она как из пепла восстанавливается. В общем, я не могу ее брать, она мне нравится. Друзья, пусть цветет. Уж посадила я ее сюда. Не у места. Ну, что делать? Пусть цветет. Наверное, как-то, да, снимаю немножко темновато. Ну, вот видите. Так, друзья, ну, бассейн, наконец-то, с водой. Я все дела делаю сейчас в саду только благодаря этому бассейну. Из него просто не влазью. Я что-то поделаю, поделаю, раз опять окунусь, поплаваю. Поделаю, поделаю, опять окунусь. И так постоянно. Вот в этом месте вчера я обрезала вегелу. Вегелу. Куст был старый. Ему было больше 10 лет. И очень был сухой. Очень. Особенно, вы знаете, что-то после этой зимовки прям плохо вышел. Она, конечно, подцвела, но не очень хорошо. Еще, друзья, у меня почему-то вегела всегда поражается тлей. Вот так же, как чубушник. Вот честно, я прям уже вот от этого очень сильно устала. И я вчера взяла ее и нещадно все вырезала, оставив вот такие, конечно же, новые побеги, которые уже от основания у нее растут. Вот. Так что вот такие дела. Все кустарники, когда они взрослеют, они тоже требуют от нас, конечно, внимания много. Это вот еще одна, друзья, древовидная гортензия у меня. Огромные кустищи. Вот. Поэтому. Кажется, что когда сад будет большим, то проблем не будет. Я тоже так когда-то думала. Но это не так работает. Работает немножко по-другому. Проблемы все равно есть. Так, друзья, вот смотрите, веселенькая Рудбекия. Вот я не знаю, откуда она мне взялась в саду. Я ее сажала в свой сад, когда только начинала заниматься садом. Это был как раз 2008 год. Конечно, потом я от нее избавлялась. Она мне везде, где не надо, сходила. Ну, сначала это было к месту. Потом, когда я начинала выращивать более интересные цветы и кустарники, я ее удаляла нещадно. Ну, вот она, видите, как феникс из пепла возрождается. Где-то семя упало, проросло и, пожалуйста, растет. Кто-то называет ее тоже Эхинация. Сейчас кто-то меня поправит, что правильно Эхинация говорит. Друзья, я теперь буду стараться говорить по-правильному. Эхинация, я же знаю, как правильно говорить. Ну, Рудбеки, я вот считаю, что это Рудбеки. Но кто-то считает, что это Эхинация. Паша, кстати, вот здесь вокруг бассейна положил, друзья, вот такие, видите, бревна. Обработал их, покрасил, но пока не скрепил между собой. И мне кажется, это намного лучше, чем у него здесь какие-то камни раньше лежали. Это он сам тут хозяйничает. Но он меня спросил, как ты думаешь, будет неплохо. Я думаю, мне кажется, нет. Ну, вот такие дела. Так, друзья, ну что, каштан весь испорченный. Видите, опять минирующая моля, ржавчина. И у меня, честно говоря, на него сил не хватает. В этом году хотела я ловушки купить, но так и не купила. От минирующей моли. Ну и прекрасная гортензия. Прекрасная гортензия, друзья. Вот такая прогулка у нас по саду. Все вам показала. Наверное, единственное, что не показала, это телегу. Вот. Сейчас мы с вами посмотрим. А, друзья, знаете, я еще что сделала? Я сегодня, вернее, сегодня, или вчера, вчера, кажется, я обрезала вот здесь стафанандру. Я решила просто обновить ее кусты. Она принялась хорошо. Но у нее старых веток было много. И на них было не очень много листвы. Хотя цвела она хорошо. Ну, в общем, вот после цветения она мне не понравилась. Это я сюда горшок поставила, чтобы здесь место такое было не пустое. И я вот, ну, по возможности уж не стану прям все обрезать, но сильно обрезала какие-то очень старые побеги. Вот видите, вот в этом месте. Тут несколько кустов. И хочу, чтобы она омолодилась. Я вчера вот обрезала вегелу, вегелу, да, все вегелу, говорю. И решила уже заодно стафанандру резануть. Вот такие дела, друзья. Иногда, как найдет что-нибудь, и давай все подряд резать. Вот. Вчера, кстати, еще обрезала там рядом с будкой Марты, с вольером. Там тоже был старый барбарис. И вот я его тоже, друзья. Вчера весь прям под корень, думаю, пусть заново разрастается, а молодец будет красивым. Так, друзья, ну вот. Я обошла с вами весь сад. Там красивая роза белая цветет. Все красиво, друзья. Когда все цветет, все красиво. И, конечно, всегда радуешься на результат своих трудов. Понимаю, что это все рука, делаю рук человеческих, что все это так человек может создать, имея желание на то. И трудясь. Ну, я в труде отдыхаю, друзья, на земле. Мне нравится это мероприятие. Я переключаюсь. Не знаю, мне нравится. Просто это мое, и все. Наверное, мы с чем-то рождаемся. Поэтому мне этим заниматься не то, чтобы не сложно. Это и сложно, но это мне дарит радости больше, чем я, наверное, трачу на это сил. Скажем так, результат окупает все вложения. Да, вот так. Кстати, друзья, у меня здесь разрастается два самшита, которые я обрезала. Ну, давайте покажу. Вот они. Поэтому, дай бог, и самшитики тоже разрастутся. Вот они, видите? Пошли в рост. Полностью обрезала их в этом году. Вообще, зимовка этого года, она, знаете, что мне показала? Что надо обрезать все раньше. Если видишь, что растение плохо перезимовало, не надо ждать. Проснется, не проснется, вот как с барбарисами. Как с розами я ждала. Не надо. Не надо. Надо обрезать все быстрее. Оно быстрее расти начнет. Потому что именно весной у растений самая большая сила роста. Вот и в нано тоже самое. Не надо, друзья. Вот надо обрезать и все. Что-то не перезимовало, надо. Надо не бояться резать. Оно быстрее все обрастает. Здесь, кстати, у меня еще Вероника, друзья, смотрите. Я тоже когда-то ее семян выращивала. Вероника, вернее, правильно название. Растини Вероника. Ну что ж, друзья. Вот таким образом мы с вами сегодня погуляли по саду. Пишите. Тишина, красота. Пишите, какая у вас погода. Присылайте фотографии вашего сада. Вот. А я, друзья, с удовольствием посмотрю на творение рук ваших. Вы смотрите на творение рук моих и Пашиных, а я с удовольствием посмотрю на творение рук ваших. Мне это тоже интересно, поверьте. В Яндекс.Зен очень легко прикрепить фотографии. В Телеграм-канал девчонки фотографии присылают женщины. Не только, кстати, девчонки, у нас и мужчины. Но большинство, конечно, женщин. Можжевельник оживает. Тишина, красота, полное блаженство. Все. За растениями поухаживали. Все их я прополола. Паша их поливает каждый день. Вертушки расставляет. Ну, сегодня, может, Бог даст. Дождь пойдет ночью. Все польет. Растения наши будут по-прежнему радовать нас своим цветением. Впереди еще два летних месяца. Если повезет, Бог даст, еще и сентябрь, может быть, будет теплый. И это вообще замечательно. Вот такие дела, друзья. Вот такой обзор с садовым. Космос вышел на прогулку. Ну и заканчиваю я вот опять крыльцом. Показываю вам крыльцо, друзья. С петуньями. Все, друзья. Всем пока. Всем хорошего настроения. Настроение. Кос, ты куда залез-то? М? Что, кого съел? Нет? Или бестолку лазил на дереве-то? Смысл хоть был туда лазить, скажи? Неизвестно.